Слушай, ну расскажи, как все началось, что ты чувствовал, что за запах в воздухе, насколько все серьезно? Ну, утром я подъехал на работу, в общем-то, сначала информации особой не было о том, что какое-то там серьезное событие произошло. Позже, правда, мои коллеги, которые разбросаны по городу, которые передвигаются, стали жаловаться, ну, кто на запах, кто резь, в глазах сухость, ну, в довольно-таки некомфортные условия. Поначалу все подумали, что это очередной выброс, там намечили, или еще на металлургическом комбинате. Но потом просто информация прошла на новостных сайтах, в том числе на 74.ру, то, что вроде как был поврежден и горит вагон с бромом, что якобы его эвакуировали, убрали из города. Ну, сейчас такое небольшое облако, я так полагаю, над городом, потому что в городе штиль, и облако никуда не сдувает. Екес, ну, у тебя само как самочувствие сейчас? Где ты находишься? Ты там на месте? Я нахожусь сейчас в центре города, в общем-то вокзал тоже, он почти в центре, но на самом деле мы как бы по разным сторонам города. Ну, я сейчас относительно нормально себя чувствую, в течение дня мотался по городу, действительно попахивает кое-где, сушит сильно глаза, ну, и, ну, першит в горле. В принципе, жить можно, но народ все-таки опасается, и, насколько я знаю, уже несколько человек были госпитализированы. Ясно. Слушай, ты вот говорил, что ты собирался покупать билеты, да, в Самару там сейчас вокзал закрыт. Да, я пытался пробраться туда, но сейчас там все закрыто, народу почти нет, видел всего несколько человек, они в масках ходят, ну, видимо, какие-то там, какую-то защиту сейчас там осуществляют, или охрана, я не знаю, но на самом деле на вокзал попасть невозможно. Ясно. Ну, в принципе, все, спасибо тебе большое, сейчас отключу диктофон.